Девушки отдыхают Девушки отдыхают Я бы сказал так Он уже лет 12 существует И честно говоря Большую часть этого времени У меня даже ничего про него и не слышал Где-то задним планом промелькивало Что назначены очередные члены Собрались они на свое заседание И потом куда-то все это пропадало А вот с конца прошлого года И вот по сей момент То есть практически целый год Молодежный парламент мне кажется В топах сочетания в информационной ренте Кировской области То есть постоянно всплывают Когда выборы начались Вот эти вот в том году по-моему еще те не были Да-да-да Давайте напомним Новый созыв молодежного парламента Был сформирован в конце декабря прошлого года Прямо 30 декабря был опубликован список Ну там довольно-таки долго после выборов Там проверяли какие-то жалобы Выборы в Заксобрании были Нашел я материал Участвовала в этих выборах В молодежный парламент в прошлом году Почти 150 кандидатов На 40 мест На 40 мест, да Проголосовали тогда за кандидатов почти 6 тысяч человек Но это было ноу-хау На госуслугах ведь голосовали На госуслугах, по-моему На госуслугах, да В голосовании приняли участие 6 тысяч человек Ну и вот в предпоследний день декабря Как раз-таки состав молодежного парламента В составе 40 человек Стал известен Но просуществовал он совсем недолго А, ну потом была новость от начала февраля О том, что выбран официальный председатель Руководитель этого молодежного парламента Анастасия Воробьева Она, кстати, будет у нас сегодня на телефонной связи Ну а уже в конце февраля По-моему, 25-го числа Новость облетела все информационные площадки О том, что представитель УЗС Роман Береснев Распустил молодежный парламент Ну там было как То есть до этого была первая новость Что 16 членов парламента 14 даже, по-моему 16, по-моему Я не помню точно Ну примерно полтора десятка Да, ну как бы треть по-любому Молодежного парламента Написали заявление о сложении своих полномочий И по положению о молодежном парламенте Это значило, что он должен быть распущен Да, и Береснев его распустил Роман Александрович Ну, как тогда мы воспринимали Ну, по крайней мере, я воспринимал эту новость То есть я понял ее как Если меж товарищами согласия нет То лучше уж... На лад дело не пойдет Да, на лад дело не пойдет И лучше нажать кнопку «выкл» Чтоб весь этот агрегат работы его переостановить Там, извини, Володь, скажу, должен напомнить нашим слушателям Что была интересная система То есть вот большинство в этом парламенте Ставили так называемые молодые оппозиционеры А вот эти вот 16 человек, которые вышли Это были как бы, ну, люди более близкие к партии власти Там реально такой нормальной системной оппозиции То есть они оказались в той ситуации В которой их старшие товарищи находятся сейчас в ОЗС У нас ведь тоже оппозиция в меньшинстве То есть наоборот так Наоборот Зеркальная картинка получилась Но почему-то старшие товарищи не уходят Из взрослого парламента Хотя тоже могут уйти Вот, а здесь вот почему-то поступили так Но это бог им судья Ну и тема, видимо, еще играет Потому что В хорошем смысле зацепился за это губернатор Александр Соколов Буквально в середине октября Он писал у себя в телеграм-канале О том, что молодежный парламент При областном заксобрании будет Возрожден Кроме того, он писал о том Что планируется организовать молодежные советы При главе Кирова И при всех, насколько я понимаю При всех главах муниципалитетов Молодежный экспертный совет Планируется создать При губернаторе Непосредственно, да, нашего региона Ну и еще одна инициатива Связана с тем, что создать у нас В области отделения российского движения Детей и молодежи В общем, тема эта не забывается Ну, Александр Валентинович Вообще большой специалист по молодежной тематике Он же много работал Конечно В Росмолодежи, скажем так Ну, в структурах близких Росмолодежи Поэтому эта тема им близка и понятна Это очень хорошо, что он ее, так сказать, скажем так, будирует Активизирует Но вот пока мы имеем то, что имеем Пока только молодежный парламент И новая система его формирования Ну и насколько понимаем Сейчас по-новому предлагается Формировать все-таки молодежный парламент Как, для чего, почему Давайте пообщаемся с нашим первым гостем Спикером Дмитрием Русских Руководителем фракции Справедливая Россия за правду В законодательном собрании Кировской области Дмитрий Михайлович, приветствуем вас Добрый день всем слушателям Добрый день ведущим Спасибо, что вышли на связь Мы сегодня знаем, что далеко находитесь В чем суть, Дмитрий Михайлович Поясните, да, вот новый порядок формирования Чья вообще эта инициатива? Почему именно таким образом решили подойти? Знаете, как бы Вообще инициатива была изначально другой Значит, инициатива была о том Что однозначно не будет Именно избираться молодежный парламент Так, как он избирался до этого Потому что, я так понимаю, что для руководства Законсобрания это был неудачный пример Когда было просто прямое голосование Через интернет Значит, вы знаете, что случилось С этим молодежным парламентом Ровно почти там меньше, чем года И его расформировали Значит, и ни с того ни с чего Решили, что все-таки Жить без молодежного парламента, видимо, невозможно И решили снова повторить там серию номер два И было предложено, как бы, законопроект По-моему, Титова Значит, который предлагал Значит, следующую форму составления Молодежного парламента Одномандатники Кто прошел по одномандатным округам Это 27 человек Предлагают, значит, свои кандидатуры Значит, ну, также по письму По-своему на депутатском планке А 13 депутатов Молодежного парламента Избираются через какие-то там Комиссии Какие-то кривые там Советы и все прочее Через конкурсы И это был Да, ну, какой-то там Типа конкурс Конкурс, не конкурс Конкурс проектов Там что-то такое было И двойная проверка Двойная, да Там двойная проверка Так будто они на военный завод устраиваются Значит, и в данном случае Когда мы это все услышали Как бы я был Я вообще очень, кстати Спокойно отношусь К молодежному парламенту По причине того, что я сейчас В ЗАГС собрании-то начинаю Сомневаться, для чего он нужен То по молодежному парламенту У меня еще больше вопросов Значит, и в данном варианте Когда мы это услышали Была очень смешная история На совете, когда Почему-то из 40 депутатов Только 27 могут предлагать Своих представителей Молодежный парламент А 13 депутатов Которые были избраны По партийным спискам Они оказываются Какие-то другие депутаты У них права совершенно другие Они это делать не могут Это правда удивительно Мы сейчас иронизируем, конечно Да, но на самом-то деле Все равны между собой Вышла большая дискуссия Вышла большая дискуссия При этом, как бы, было высказано Что это очень странный подход И самое главное Что практически все партии Оппозиционные Значит, ЛДПР, КПРФ Значит, и неоппозиционные Новые люди И, как это еще, коммунисты Или социально справедливость Какая-то, я не знаю, партия еще Пенсионеры Пенсионеры, да Партия пенсионеров Эти четыре партии Не могли иметь представителей В молодежном парламенте Потому что у них нет одномандатников У них только списочники, да Ну вот И это было очень странно И, понятно, когда завязалась дискуссия Значит, нам предложили От трех партий КПРФ, ЛДПР Справедливая Выйти с параллельным законопроектом В чем его суть? Ну, то есть, просто уравняли всех Как альтернативные Альтернативные мы взяли за основу Если вы не хотите прямые выборы Давайте хотя бы 40 депутатов 40 представителей В молодежный парламент Что каждый депутат Независимо от списка Он или одномандатник Имеет право предложить Своего кандидата В молодежный парламент А вот, Дмитрий, еще такой Дмитрий, такой вопрос Вот смотрите Сегодня у нас 1 ноября Здесь написано, что 7 ноября Должны быть все внесены кандидатуры Почему такая спешка? Я тоже был удивлен Когда сегодня увидел Какая-то бешеная скорость Если у нас то вообще Молодежный парламент не нужен был А сейчас какая-то Включилась срочная скорость И передача Чтобы это все было Очень-очень срочно Вплоть до того Что чуть ли Там уже на 15 ноября Чтобы они уже могли собраться Я, честно говоря Не очень понимаю Для чего такая скорость Но у нас же, знаете Две фазы Или мы спим Или мы куда-то бежим У нас нет другого состояния Нормального состояния не бывает Ну, требования к кандидатам В молодежный парламент Они известны Это люди в возрасте От 18 до 35 лет До 35 лет Да Как, Дмитрий Михайлович Будете внутри фракции Справедливая Россия За правду Определяться с кандидатами? То есть каждый представитель фракции Своего будет искать Либо вы каким-то списком Будете их там выдвигать Или какой-нибудь конкурс Проведете Или выборы Смотрите, мы обсуждаем там Две формы У нас у кого-то У депутатов фракции Есть как бы Представители в молодежный парламент У кого-то нет И мы хотим просто Попробовать объявить Такой внутренний конкурс Для того, чтобы Взять еще где-то Всяких кондитутур со стороны Чтобы мы могли тоже это Посмотреть И максимально открытым Сделать вообще как бы формат Захода в молодежный парламент Я еще раз говорю Что в принципе Я был только докладчиком Значит, инициатива была Межпартийная Но мне кажется Что вот такая форма Которая была В пятом созыве Она была наиболее эффективной Потому что практика показала Что вот Когда было 54 депутата И 54 представителя Молодежного парламента Депутатского корпуса То если мы Правильно посмотрели То там наибольшее количество Молодежи Которая потом Себя как-то применила После этого молодежного парламента Все остальное Было совершенно Какое-то очень странное Состояние Будем стараться Искать молодых Активных Кто на самом деле хочет Потому что Дмитрий Михайлович Мне кажется Да Искать молодых Активных У вас 6 дней Давайте бросим Клич Вот мы сейчас переписки Буквально за 10 минут Мы уже начали Это в чате Осталось обсуждать Плюс У нас есть Некоторые заявки Через партию И значит Уже вот Региональное отделение Нам говорит Что у них есть Определенный список Молодых ребят Которые хотели бы Войти в молодежный парламент Но будем торопиться Что делать К сожалению 6 дней Это конечно Очень мало На самом деле Да Понимаем Что тут Странное Хоть как говорится Спешка нужна Только в одном случае Но вот так получается Да Ну и по составу Молодежный парламент Он уж Не будет отличаться От состава Взрослого Парламента Все равно Надо понимать Логично Представители Единой России Будут искать Как-то своих соратников Единомышленников 24 Справедливого роста Своих Коммунисты Своих И так далее Сюрприза Не получится 26 на 14 Будет Он будет конечно Не такой интересный Не такой живой Как был В том году Это однозначно Вернее всего Что уже понятно Что и возглавит его Наверное Какой-то представитель От Единой России Ну как бы Все то же самое Такая печальная Грустная история Как сегодня В законодательном собрании Я думаю Другой картинки Просто быть не может К сожалению Дмитрий Михайлович Конечно Хотел бы Чтобы он Наверное Все-таки избирался Так как избирался В том году Потому что Мне показалось Что он довольно-таки Таким активным Веселым И именно Соответствующим Молодежному парламенту Когда все бурлило Как все кипело Как они Между собой Как бы Дискутировали Это интересная история На самом деле Это было интересным Да Дмитрий Михайлович Вы человек С большим опытом Депутатской работы Может быть Есть какие-то Конкретные примеры Яркого Взаимодействия Эффективного С молодежным парламентом С конкретными Его представителями Что за вопросы решались Ну вот чтобы понять Для чего нужен Молодежный парламент Что в его полномочия Входит Может припомнить Что-то такое интересное Вообще Я помню Где-то Когда у нас При Белых Значит Вместе с молодежным парламентом Они еще делали И молодежное правительство Вот была такая еще Задумка Я помню Это был наверное Год 9-10 Даже они по-моему Быстрее организовали Чем Законодательное собрание Значит И К сожалению У них какая-то история Была совершенно Быстрая И Как бы Неинтересная И мне казалось Что и по Зак собранию Примерно все то же самое Было Вот все-таки Когда это Назначается Или предлагается А не выбирается Это совершенно Другой формат То я даже Честно говоря Вам вспомнить У меня нечего Потому что Какого-то такого На памяти Интересных моментов И каких-то Нужных вещей Я так на тот момент Вот как бы У себя не зафиксировал Спасибо Дмитрий Викторович Спасибо Это знаете как Это как вот На выборы Одни идут По желанию А других как бы Предлагают Вот это та же самая история И какой депутат лучше Который сам захотел Или Которого попросили Или заставили Ну примерно Тут та же самая история Так что Конечно Выборы Это гораздо лучше И это гораздо интереснее И полезнее На самом деле Просто пытаются Сегодня там Заменить Видимо Комсомолку Кого-то На стальже Но к сожалению В этом плане Наверное Наверное Просто Собрать На заседание Молодежного парламента И потом Как бы Живите как хотите Это такой Наверное Очень Незначительный Вклад вообще В развитие Молодежи И именно Так Чтобы они Хотя бы Повторили Комсомол Спасибо Дмитрий Михайлович За этот подробный Комментарий Благодарим Вас Руководители Фракции Справедливая Россия За правду В Закособрании Нашего региона Был с нами На связи Но видимо Тут более выгодном Более проще Наверное Будет действовать Тем Кто занимается Развитием Молодежи Своей партийной Да У коммунистов Есть ВЛКСМ Как известно Я не знаю Ну Молодая гвардия Молодежные организации Есть у всех Не знаю Как там сейчас Работа построится Просто мы Об этом тоже Мало знаем Потому что Чаще всего Комсомол Очень хорошо себя Проявил Как раз На тех самых Выборах О которых Говорил Дмитрий Михайлович В прошлом году И в чем Надо с ним Согласиться Что ведь Здесь выборы Это ведь Сами по себе Выборная процедура Она предполагает Получение Очень большого Опыта у молодых Ребят Которые интересуются Политикой То есть Они реально ныряют Вот в эти вещи В агитационные вещи Это вот тот опыт Которые они получают Здесь в данном случае Когда просто Вот ты пойдешь Ты, ты, ты Да Остальные туда Этого опыта уже нет А так как мы поняли По словам Дмитрий Михайлович И собственно Опыта парламентской работы Они получают немного То есть Судя по всему Это просто некое Собрание молодых людей Которые используют Вот свою Вот то что они вместе Они друга знают Они знакомятся Они вместе друга продвигают То есть Такой трамплинчик Для карьеры Ну тут наверное Мы не Это не для того Чтобы как-то принизить Я уверен Что там есть Много разумных Талантливых инициативных Тот Дмитрий Михайлович Говорил что Многие Созыва там пятого По-моему Многие себя в политике Но они так скажем Теоретики Да Вот если Крещение пройти Вот этими выборами То Они проявили себя После парламента А в самом Молодежном парламенте Вот два-три человек Не мог вспомнить Которые там Еще Пообщаемся сейчас С депутатом Законодательного собрания Кировской области Это председатель комитета По законодательству И местному самоуправлению Владимир Панарьев Владимир добрый день Добрый день Да добрый день Давайте пообщаемся Вот мы В первую очередь Удивлены Что в такие короткие сроки Должен быть Молодежный парламент Сформирован уже К середине ноября Прямо первое заседание Насколько понимаем К седьмому ноября Надо уже К седьмому ноября Да Новый порядок И Такие сжатые сроки Как вы оцениваете На ваш взгляд Почему Почему это происходит Да Ну в первую очередь Нужно сказать Что Молодежный парламент У нас должен Работать В полную силу Уже На протяжении Более чем Года Да Все мы помним Историю С тем что Предыдущий состав Был распущен И конечно же Было необходимо Создавать Новый молодежный парламент Так вот Была Масса дискуссий Каким образом В принципе Нас устраивало У нас как представителей Партии ЛГПР Да И других Оппозиционных партий Устраивал вариант Когда в молодежный парламент Избирается Молодежью Вот как было это Последний раз Да То есть Как это было Это вполне Рабочая история На наш взгляд Да Была существовала Но видите Состав Не совсем Видимо Устроил Некоторых людей Поэтому Решили Переписать Некоторые аспекты Именно Зуборы Молодежного парламента А вот этот Новый порядок Предлагаемый Когда каждый Из депутатов УЗС Будет Своего Человека Молодого человека Предлагать На Работу Для работы В молодежном парламенте Вы как эту инициативу Оцениваете Изначально Вот этот законопроект Он был немножечко В Другом виде То есть Предлагалось На комитете Мы рассматривали Да Законопроект На молодежном парламенте Новом И там Предполагалось Что Депутаты Избранные В законодательное Собрание По одномандатным Избирательным Округам В количестве 27 человек Предлагают Своих Кандидатов Остальные Соответственно Остальные Представители Предлагаются Политическими Объединениями Общественными Объединениями И так далее То есть Вот такой порядок Нам предложили Естественно Ряд депутатов Такой порядок Не устроил Потому что Ну а что Остальные 13 депутатов Они какие-то Неправильные Депутаты Что ли Почему 27 предлагают Своих Представителей А остальные 13 не имеют Права На их И при всей При этой Истории Допустим Опять же Пройти От Оппозиционных Партий Либо просто Представители Молодежи Была бы Огромная Проблема Потому что Необходимо было Пройти Три Муниципальных Фильтра Я думаю Что мало Кто бы И ребят Которые Действительно Желают Поучаствовать В жизни Парламента В жизни Региона Дошли бы До До итогов Так скажем До финала Поэтому Да До финала Поэтому И Была предложена Инициатива Давайте тогда Пусть будет Есть 40 депутатов Тогда 40 представителей От этих депутатов Это будет По крайней мере Справедливо По отношению К тем 13 депутатов Которых Почему-то Оставляли За бортом Поэтому Такая Инициатива И родилась А Первый вариант Который Имел место Быть И по которому Мы выбирали Предыдущий Став Молодежного Парламента Его просто Перечеркнули То есть В любом случае Его бы Не было Поэтому Пришлось Нам предлагать Свою альтернативу Которую сейчас На предыдущем Законодельном Собрании Была утверждена Давайте поговорим О фракции Которую вы представляете ЛДПР Для вас Составит Проблему Или Абсолютно Никаких проблем Не составит Подобрать Кандидатов В молодежный Парламент В новый созыв Не составит Есть у вас Кадры молодые Которые Прямо рядом С вами Соратники Единомышленники У нас Есть молодежь У нас Есть молодежное Крыло Есть Человек Который Возглавляет Это молодежное Крыло То есть Работает В принципе С молодежью Есть Много Активистов Которые Помогают И Что касается Например ЛДПР То мы Не Сужаем Круг До Тех Кто у нас Состоит В партии То есть До членов Партии ЛДПР Это может быть Абсолютно Любой Инициативный Молодой Человек Девушка Которая Желает Которых Есть Задор Есть Какие-то Проекты Которые Они готовы Реализовать Владимир Александрович Вы говорите Да У вас Довольно Таки Большое Представительство Молодежи Есть Вот как раз О том Как из такого Большого Количества В такие Короткие Сроки Выбрать Сколько вам Нужно будет Четверых Выбирать Да Двух Двух У нас Два Человека А Два Человека Да Точно Двоих Выбрать Из такого Количества Какой-то Конкурс Будете Проводить Или что Я не скажу Что на сегодняшний день У нас прям Очередь Стоит Да Там есть Желающих Нет Порядка Порядка Пяти-шести Человек Когда мы проведем Соответствующее Собеседование И выберем Уберем Тех Кто Наиболее Подходит По нашему мнению Опять же Да По вашему мнению А как бы Вот интересно Вы Сформулировали Для представителей Молодого поколения От 18 до 35 лет Вообще Цель Задачи Смысл Суть работы В молодежном парламенте То есть вот Они к вам Пять придут На собеседование Человек Как вы И должны Убедить Заинтересовать Мотивация в чем Чем он там Сможет тебе там Научиться чему-то Или чего-то достичь Для чего стоит Пытаться попасть В молодежный парламент Как бы С молодежью Мы работаем Давно Как таковой Но не с представителями Именно молодежного парламента То есть в первую очередь Эти люди должны быть С активной жизненной позицией Которые готовы Что-то менять В жизни Именно нашего Региона То есть Парламент Это все-таки Законотворческая деятельность Молодые люди Должны Предлагать Какие-то Проекты В частности На мой взгляд То, что касается Молодежи Законопроекты Касаются Именно молодежи Где улучшить жизнь Какой нормативно-правовой акт Изменить В какой части То есть Они предлагают Они с этим работают Приобретают Определенный опыт Нормотворческой деятельности То есть Они в том числе И готовят законопроекты И пояснительные записки И Все вот это В общем Купия у них формирует Какой-то Интерес Именно К политике К культуре И В будущем Как бы Они уже Стоят парламентариями Да Участвуют в выборах Там Сбирайтесь Пожалуйста Это Определенный Опыт Скажем Который нарабатывает Именно Молодежный парламент Ну у нас Как известно Мы сегодня Вот озвучивали Да Губернатор Соколов Высказал свою позицию По этому поводу И Молодежный парламент При УЗС И молодежный экспертный совет При губернаторе Кировской области Собираются создать И Молодежные советы При главе Кирова И главах Других муниципальных образований У меня сейчас Вопрос рождается Где мы столько активной Молодежи-то наберем Столько советов Дело в том Что когда Власти у нас Делают ставку на молодежь На мой взгляд Это правильно У них Иные взгляды Они живут В современном мире Они быстрее Приспосабливаются К тому Что у нас происходит Сейчас же все уходят В социальные сети Телефоны Интернеты Они много общаются Именно там Получают Гораздо больше информации Чем Более взрослое поколение И Когда ставка Делается на Молодежь На мой взгляд Это правильная история А вот То что будет ли она Активничать Это Как говорится Позовем увидим Благодарим вас Владимир Спасибо за этот комментарий Представитель комитета По законодательству И местному самоправлению Закособрания Кировской области Был с нами на связи У нас Подходит время Небольшой рекламной паузы Мы что-то должны Означить У меня есть 30 секунд Да, есть Уточнение Просто пришло От пресс-службы ОЗС По поводу сроков То есть Депутаты должны Отправить представление Не до 7 ноября До 11 ноября То есть у них не 6 ноября 10 И соответственно Сформирован должен быть До 18 числа А не до 15 Вот два уточнения Буквально на 3 на 4 дня На 3 дня Подольше Дарим отсрочку Дмитрий Михайлович Может спокойно Немножко свою командировку закончить Да Реклама сейчас будет у нас И после чего Еще 10 минут программы Телефон рекламной службы 211-411 О создании нового Молодежного парламента В Кировской области Мы сегодня говорим В программе Дневной разворот Николай Голиков Владимир Сметанин По-прежнему здесь У нас на связи Планируется еще Два ярких представителя Молодежной политики Наверное Нашего региона Анастасия Воробьева Которая С недавней поры Стала депутатом Городской думы А до этого Была как раз Председателем избранного Вот этого парламента Распущенного Который успел Там дважды собраться А затем еще была Создана независимый Независимый парламент Еще они создавали И Егор Поспелов Если успеем поговорим Это тоже член Анастасия у нас сейчас на связи Анастасия Воробьева Депутат Кировской городской думы Анастасия, добрый день Алло, Настя Алло Настя, добрый день Анастасия, добрый день Приветствуем Мы, как обычно, в прямом эфире Времени остается совсем немного Вот такая заваруха, я бы сказал У нас с молодежным парламентом И новый порядок формирования И сжатые сроки Скорей-скорей Хотя с февраля этого года Мы Никто не чесался, собственно говоря Жили без молодежного парламента Вы, как человек Который долгое время Был активно включен Во все эти процессы Как оцениваете происходящее? Ну, что я могу сказать Я писала у себя пост По недавно принятому законопроекту Где решили Формировать молодежный парламент По представителю Один депутат Один парламентарий Получается Но мы прекрасно знаем Какой у нас состав Законодательного собрания И получается, что По такой схеме У людей, которых Никакой связи С депутатами нет Ну, вот обычная молодежь Активная У нее Возможности Поучаствовать В деятельности Новоизбранного Скажем так Парламента Не будет Нет Да И получается Этот законопроект Подготовили Депутаты Справедливой России Толг ДПР Которые Как ни странно Когда распускали Предыдущие СОЗИ И активно Нас поддерживали Что нельзя Так с молодежью Поступать Оппозиционно настроены Надо уметь С ними работать Вот Однако Как-то они В воздухе Быстро переобулись И случилось Все по-другому Найдут Да Найдется ли Нужное количество Активных Молодых Людей Для работы В молодежном Парламенте Ну Знаете Я думаю Они будут Подключать Свои ресурсы Связываться Со студенчеством С субъективом С советами Это было Знаете Это повторит Историю Предыдущего Созыва Молодежного Парламента Который был До оппозиционного Где как раз Набрали Много представителей От молодежи Обычной Правкомовской Которая не была Заинтересована Именно Политической деятельности Они не знали Что их Эта деятельность Будет ждать И к сожалению Вот этот костяк Который они набрали Они очень быстро ушли За первый Там год Полтора Работы Парламента Они ушли Из-за Не менее Активности Поэтому нам Приходилось Практически Наполовину Переизбирать Состав А тут Но Заявили же Депутаты Со сцены Областного Правительства Что Они хотят Объявить Конкурс Я думаю Они так Будут пытаться Поднасливать Молодежь Которая В этом Еще Пока Заинтересована Будут пытаться Их Приманивать К этому Делу Но вряд ли Они такую Свободу Слова Им дадут Какая была У нашего Созыва Вот Но мы Свой вариант Предложили Посмотрим Что из этого Получится Настя А вот Со стороны КПРФ Вы же Депутаты КПРФ Все-таки Да У вас Вот эти Два Депутата Вы уже Определились Кто у вас Будет В новом Парламенте Ну Мы Обычно Коллегиально Все решения Принимаем Поэтому Посмотрим Посмотрим Кого Можно Но выбор Я точно Понимаю У вас есть Трибуна Трибуна Которую Можно Использовать Чтобы Молодежи Показывали Что вот Есть еще Другие Инакомыслящие Скажем Так Поэтому Посмотрим Но так Мы делаем Ставку На молодежный Совет При городской Думе Посмотрим Что из этого Сможем Который Еще планируется Создать И который Пока непонятно Как будет Создаваться Да Но я Как депутат Городской Думы Подготовила Положение В молодежном Совете Как раз Таки Все вам Не терпится Настаивая На то Что должны Проходить Открытые Выборы Поэтому Если получите Я думаю Это будет Интересный Такой Опыт Со стороны Смотреть Как в таком Формате Молодежь Собранная Может работать И как в формате Привык собраний Может такое Небольшое Соревнование Между Городом И областью Да Я думаю Это будет Интересно Посмотреть Ну лично вы Наверное И ваш коллега Михаил Кремлев По фракции В Гордуме Наверное Вы все-таки Со статусом Депутата Можете В парламент Молодежный Входить Можем Можете Не является Это препятствием Ну а зачем Ну да Как бы там Трибуны Спасибо большое Анастасия Спасибо Удачи Депутат Кировской Городской Думы Анастасия Воробьева Была с нами На связи Которая В начале Февраля Этого года 22 года Была официально Избрана Руководителем Молодежного Парламента Но просуществовал Он после этого Всего лишь Три недели Да и Егор Поспелов Член Молодежного Парламента Кировской области Трех предыдущих Созывов Исполнительный Директор Опоры России У нас Сейчас будет На связи Есть у нас Еще пара Тройка минут Для того Чтобы пообщаться Вот удивляет Конечно Меня эта спешка Да Тут именно Удивляет То что В феврале Была Тишина 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 Потом Два дня Все сделали А вот Егор На связи Егор Добрый день Да Добрый день Ваше Отношение К новому Формату Формирования Молодежного Парламента Насколько Работоспособен Он будет По вашему мнению Да Егор Только я Простите Предупрежу Все таки У нас Пара минут Всего лишь Очень мало Времени Да Очень жаль Что мало Времени Не оставили Я считаю Что Самый лучший Созыв Как его Дмитрий Михайлович Говорил О том Что Когда избирались Депутатов И депутат Контролировался Мог контролировать И отвечать За своего Делегата В молодежном Парламенте Был самый лучший И это Уже За эти года Это показала Практика То есть Я выпускник Того созыва Константин Сичихин Денис Пырлок Дмитрий Шапунов Тот же Михаил Кремлев Там еще Татьяна Веселова То есть Очень много Выходцев Из того Созыва Кто начал Свою Какую-то Активную Деятельность И Можно Наверное Причислить К одной Самой Активной Молодежи И Которые Мы сейчас Видим Что они Активно Работают Ну и себя Наверное Тоже могу К этому Причислить А предыдущие Созывы Еще два То есть Которые Расформировался И когда Были Комиссии То есть Это были Эксперименты То есть Эксперимент Такой Длиной Моголет И Идеального Наверное Выбора Ну еще Способа Формирования Никогда не будет Потому что Всегда Останутся Те недовольные Которые Не смогли Подстроиться И попасть Но может Это и правильно У них Есть выбор Они могут Подстроиться И попасть Но у них Это не получилось Первый кейс Не пройден Так сказать Первое задание Не выполнено Вот Поэтому я считаю Что это Очень хорошая История И Действительно Можно Быть Получиться Интересной Созыв Есть Другой Момент Хватит ли Сейчас Активной Молодежи Вот Да Я задавался Этим Молодежных Советов Да Может быть И хватит Сейчас Пришло Новое Поколение Которое Совершенно Даже Другого Возраста И поколения Так сказать Поэтому Может быть И хватит Если их Правильно Научить И показать Как Этот Инструмент Можно Использовать Ведь Молодежный Парламент Это инструмент На котором Учатся И применяются Это отличный способ Научиться Понять Как работает Вообще Государственный Аппарат Какие способы Взаимодействия Существуют Вообще Как И что Можно делать И это Больше Идея Не про То Как Некоторые Пытаются Завернуть Что Нужно Молодежный Парламент Для того Чтобы Что-то Делать Для Молодежи Но Придя В Молодежный Парламент Меня Интересовала Тема Спорта И ЖКХ Ну Совсем Не Молодежная Тема Егор Простите 30 секунд Да Поэтому Я считаю Что Именно Молодежный Парламент Это площадка Чтобы Научить Молодежь Взаимодействовать И развиваться Дальше Это Очень Хороший Способ Инструмент Получается А не Только Для Того Чтобы Именно Молодежь Что-то Создавала Для Молодежи Вот Очень Жаль Что Мне Оставили Столько Времени Мы Еще Сами Привыкаем К нашим Новым Временным Форматам Спасибо Большое За комментарии Член Молодежного Парламента Кировской Области Трех Предыдущих Созывов Исполнитель Директор Опоры России Егор Поспелов Был с нами На связи Ну вот Подводим Черту На этом Будем смотреть Что дальше Будем смотреть Когда Но вариант Егора Что парламент Это школа Молодого Политика Спасибо Николай Голиков Владимир Сметанин До свидания